Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Поздравляю вас всех с наступившим Новым Годом. Желаю вам зеленого PNL, профита и всего остального. О чем мы сегодня поговорим? О том, что мы наконец-то с вами закрыли еще одну годовую свечку. Перед нами годовой график биткоина. И вот она, эта свечка, 2021 год, которая торжественно закрыта. И что можно отметить, что закрыта она выше всех предыдущих свечек. Телом свечи мы закрылись на уровне плюс-минус 50 тысяч, чуть ниже. И тенью мы были на уровне 70 тысяч без малого. Что бесспорно является высшей точкой по сравнению со всеми предыдущими годами. Или годами, как правильно? Ну вы поняли. Соответственно это круто. Это показывает нам, что тренд бычий. Вот у нас есть повышающиеся минимумы постоянно. И повышающиеся максимумы. И сейчас мы поджимаемся к верхней границе этого треугольника. Что мы также можем видеть из этого графика, что у нас за всю историю биткоина было всего 2 красные свечи. То есть всего 2 красных года. Да, вот у нас был красный 2014 год, медвежий рынок. И красный 2018 год, медвежий, соответственно тоже рынок. Все остальные годы для биткоина были зелеными. Да, мы иногда в следующий год закрывались чуть ниже. Как вот здесь и вот здесь после медвежьих рынков. Но тем не менее это было движение в рост. Что можно еще заметить, что у нас было 3 зеленых свечи. То есть 3 года роста вот здесь. С 2015 по 2017 год ралли. И 3 также сейчас у нас уже с вами зеленых свечи. Ралли с 2019 по 2021 год. Но при этом в начале цикла у нас было 4 зеленых свечи. То есть 4 года роста. И на самом деле даже 5. Если считать всю историю биткоина, просто ее здесь как бы еще нет. Потому что он особо не торговался. И стоил там вообще меньше доллара. Меньше какие-то центы вообще он стоил. Все говорили, что это за щиткоин такой этот биткоин. И что хочется отметить, что конечно же в какой-то момент, бесспорно, нас ждет красная годовая свеча. И возможно, друзья, возможно это будет и этот год. Как бы нам не хотелось с вами как быкам, чтобы было по-другому. Но возможно именно в этом году нас с вами ждет красная свеча. Но также, если берем во внимание удлиняющиеся циклы, то это может быть и следующий год. Следующая свеча. То есть на балансе вероятности у нас что? Что по-любому это еще не конец цикла. Мы пойдем куда-то выше. Не знаю насколько, но вот в логарифме даже 200 тысяч за биток, посмотрите, выглядит абсолютно адекватно. Если мы сходим вот так и потом пойдем вниз на следующий год уже в медвежий рынок. В принципе может быть и такое. Но сейчас это чисто спекуляция. Надо понимать, что никто не может знать будущего. Но логично было бы предположить что-то вот такое. Что мы еще вырастем, а потом упадем. Произойдет ли это в этом году или в следующем, это уже другой вопрос. Давайте переключимся на график с биржи Bitstamp. Потому что здесь видно, что уже началась новая зеленая свеча. Пока она зеленая, смотрите. 2022 год. Новая годовая свеча. Но вы скажете, Грин, ты совсем погнал уже смотреть на годовые свечи. Давай что-нибудь подетальнее. Что у нас происходит? Давайте включим месячные свечи. Окей. Тут уже картинка более детальная. То есть тут мы видим уже какие-то уровни. Тут мы видим, что мы находимся на самом деле в гигантском восходящем клине. Глобально, что является медвежьим паттерном и в какой-то момент по теханализу пробивается вниз. На дно этого клина, то есть на пару долларов за биткоин. Но это я конечно шучу, хотя знаете, все может быть. Но в целом мы видим опять же глобальный тренд наверх. Мы видим замечательные накопления. У нас были вот здесь, вот здесь и вот здесь. И также явные пики пузырей вот здесь, вот здесь. И мы бесспорно конечно же подходим к очередному пику пузыря. Но если вы накинете на это все хозяйство, логарифмический канал и посмотрите в нем, то мы все еще в середине канала. Ребята, я вам напоминаю, что вот у нас было накопление вот здесь после медвежьего рынка. Накопление вот здесь после медвежьего рынка. Накопление вот здесь после медвежьего рынка. Средний пик у нас был вот здесь. Да, средний пик вот здесь. И сейчас у нас похоже на средний пик. Вот это вот был. Вот конкретно вот это вот был. И вот у нас были собственно лопающиеся вершины. Раз, два, и мы идем с вами к лопающейся вершине 3. Так вот, что я хочу сказать, что, возможно, этот цикл будет более долгий, и мы увидим лопающуюся вершину уже в этом году. Допустим, не знаю, фантазируем, что где-нибудь в мае, например, мы можем увидеть лопающуюся вершину, и потом начнется медвежий рынок. Примерно к тем уровням, где мы сейчас, то есть к нижней границе канала, когда это будет уже ближе к следующему халвингу, там, 23-й год, грубо говоря. Более подробно об этих циклах биткоина я делал в видео. Сейчас оно появится у вас сверху. Если вы не видели, то посмотрите обязательно. То есть все идет циклично, все нормально. Мы глобально в бычьем рынке, и, как я вам показал, на месячном таймфрейме, на годовом таймфрейме, мы вообще постоянно идем в бычьем рынке вот внутри этого логарифмического канала. На каком-нибудь пятимесячном таймфрейме тоже, посмотрите, у нас с вами все идет по плану, как говорится. То есть мы сейчас даже ниже средних значений. Но что происходит конкретно сейчас, локально, вот на дневном том же таймфрейме, мы видим коррекцию. Мы видим коррекцию. И обратите внимание, как в логарифмическом канале, вот этот пик кажется ниже, чем вот этот. Видите, да? Потому что здесь мы были ближе к верху. Но на самом деле этот канал просто растет. И вот этот пик на самом деле выше. Здесь мы были на 63 тысячах, 64, а здесь мы уже были на 70. То есть, опять же, здесь у нас максимальное значение канала было на уровне 107 тысяч, а сейчас оно уже на уровне 150 тысяч. Поэтому чем дольше мы будем туда расти, тем лучше, потому что, скажем, если мы вырастем туда до мая этого года, это будет уже 180 или 200 тысяч. Давайте приблизимся еще подетальнее, посмотрим, что происходит на 4-х часовике. На 4-х часовике мы видим, что мы в локальном даунтренде. Да? У нас сетка AMA Ribbon вот здесь развернулась в медвежью сторону. И мы с тех пор, собственно, падаем и от нее, как от сопротивления, отвергаемся. Вот здесь у нас был небольшой разворот в бычью сторону, но мы его зафейлили и снова падаем. Короче, для краткосрочных спекулянтов, для трейдеров на фьючерсах нам бы, конечно, удержать вот это вот дно в 45 тысяч плюс-минус, да? Не опускаться ниже вот этого low, нарисовать двойное дно, скажем, и пойти наверх. Но хочу вам сказать, что на биткоине бывает также паттерн двойное дно с медвежьей ловушкой, когда мы можем дипануть еще ниже. Я не говорю, что это будет точно, я просто говорю, что это бывает. И вот такое двойное дно, которое как бы типа на самом деле медвежий паттерн с пробитием предыдущего low, оно в итоге оказывается бычьим паттерном, и это хозяйство все улетает просто вот так вот. Поэтому смотрите, в худшем случае для продолжения бычьего сценария, чего я сейчас жду, это вот такого двойного дна с медвежьей ловушкой. В лучшем случае, собственно, ну вот, грубо говоря, от текущих мы уже можем развернуться. То есть, в принципе, я считаю, что это по-любому наверх, просто либо так, либо так. Поэтому, кто это дело шортит, сейчас зарабатывает, там, вот отсюда или вот отсюда, всех поздравляю. Но я бы это дело не шортил, потому что это растущий рынок, это крипторынок. Мы еще не видели финальной маниакальной вот этой экспансии пузыря. Сейчас, конечно же, все не верят, все начинают продавать, фиксировать прибыль, да, могут еще попугать. Но потом, я думаю, что мы увидим что-то вот такое, где все начнут впрыгивать, сначала ждать, сомневаться, а потом уже на самом верху, как обычно, впрыгивать на всю котлету. И вот оттуда-то только мы пойдем уже конкретненько вниз, ну, с какими-то, может быть, там, оскоками дохлых кошек, но уже с понижающимися вершинами. То есть, если вы ждете подтверждения медвежьего рынка, то это вот такие понижающиеся вершины, понижающиеся вершины и понижающиеся минимумы. Это будет подтверждение медвежьего рынка, нисходящие треугольники и так далее. Но пока мы этого не видим с вами, напоминаю, что у нас повышающиеся пики и повышающиеся минимумы, ребята. Поэтому технически это рынок бычий. И фундаментально тоже это бычий рынок, поэтому аккуратнее всем, кто в шортах. Вон, посмотрите, как атом растет. Я вот сегодня лонгую атом, еще вчера на новогоднем стриме говорил вам, что лонгую атом, и достаточно неплохо, плавно разгружаюсь. На бирже Poloniex, кстати, прикольно, когда ты плавно разгружаешься, у тебя не часть профита забирается, а у тебя цена входа уходит дальше, вниз, если ты лонгуешь, и, соответственно, наверх, если ты шортишь. Короче, если частично разгружаться, то цена входа будет уходить еще ниже, и это прикольно. Это прикольно, потому что в теории можно оказаться в позиции, где у тебя цена входа будет, там, я не знаю, 10 Сатоши, например. Ну или там, условно говоря. Короче, интересный подход, потому что на других биржах у тебя просто сразу забирается профит. Вот. А так все то же самое. Держу, даже держу. Подэшу тут чертил, чертил. Такие вот каналы. Очень интересно, подэшу, что, смотрите, есть, у него вот первый экспоненциальный взрыв был зафейлен в этом сезоне, я имею в виду. Второй экспоненциальный взрыв так и не произошел и отработал как сопротивление, да, вот по этой кривой. Третье экспоненциальное закругление тоже профейлилось, и мы сейчас в четвертом уже с вами. В четвертом локальном экспоненциальном канале, в котором, я думаю, что с высокой долей вероятности мы и останемся. Сейчас, конечно, все скажут опять, Гринни выпустил видео, все начнет падать, но это все только локально, ребят, происходит. Я жду, что мы в этом канале будем трендиться, и, скорее всего, даже из него выпрыгнем вот в этот, и в этот, в общем, я подэшу, очень бычий настроен. И если вы ищете ультимативную поддержку, то вот она, смотрите, повышающаяся минимума в цене. Все еще, то есть мы падали на 90, на 100, да, на 100 с чем-то, и вот мы сейчас удерживаемся плюс-минус внизу, что очень-очень круто, то есть мы по всем параметрам внизу канала с вами, вот этого накопительного. Так что, как всегда, дисклеймер по дэшу, я прям мега бычий настроен, напишите, как настроены вы. Судя по тому, что большинство из вас его хоронят и выпрыгивают из него, он очень скоро полетит. Ну и напоминаю, что на Bybit, на нашей любимой бирже, через 3 дня запускается IEO Cast, по цене 4 цента за монету можно участвовать, держа BitDAO, и просто купить ее, как только она запустится. В общем, проект бомбический, рассмотрите его как инвестицию в долгосрок, потому что это не фуфло какое-то, это реально рабочий проект будет, типа Crypto.com, SwissBorg и всего остального. Реальное решение для бесплатных мгновенных платежей в крипто. Вот, собственно, на Bybit тоже держу лонг по беточку, по дэшу, на Femex держу лонг по беточку, по золоту, который тоже выходит в плюс, кстати. Ну и спекулятивный портфель, вот, кому интересно, на Binance в кросс-марджине вот такой вот спекулятивный портфель. Сегодня в плюсе уже на 3,5 тысячи долларов или на 6 миллионов сатоши к BTC. Вот, держу его как к BTC, так и к доллару. В общем, ребята, это все не финансовый совет, это просто мое мнение, это то, что я делаю. Вы можете делать, что хотите, просто даю вам информацию к размышлению. Вот, а так, конечно, есть всякие хайповые штучки, типа там Аваксов, Салан, как мы уже говорили, Шиба и прочее. Я думаю, что их лучше, ну их точно сейчас не надо лонговать и лучше присматриваться к хеджевым шортам. Не прямо по текущим, потому что сейчас все отскакивает. Но в какой-то момент такие монеты, ребят, которые уже иксанули, как тот же Сент, посмотрите, ну он просто начнет падать. Вот Сентбокс, ну посмотрите на это, ну это нездоровый памп. А памп, мы всегда знаем, что нездоровый памп, это все к чему делается. Не к тому, чтобы он дальше безоткатно рос. Да, конечно, он тут отбился от сетки на дневке, вы скажете, поддержка, все. Может быть он сходит еще выше, но потом в какой-то момент будут очень сильные дампы. Как минимум вот до этих уровней или до этих предыдущих сопротивлений, если не до этих. А уж на медвежьем рынке так вообще нас ждут коррекции в 99%. Поэтому аккуратней с новыми щитками. Может быть мы увидим вот такое, но лучше, я вам еще раз говорю, набирать то, что на дне валяется. Да, и в это самое время мы видим, что доминация BTC рисует абсолютно медвежий паттерн для BTC. То есть очень бычий расклад для альткоинов. Как вы понимаете, если перевернуть этот график наверх, то это будет доминация альтов. И она рисует поджатие в треугольнике с выходом наверх. Может быть, конечно, сейчас вот такой вот сквизик, может. Но в целом, я еще раз говорю, это все туда, на новый all-time high альтов и на новый all-time low доминации BTC. Поэтому альтсезон здесь и сейчас. Вон, я вам еще раз говорю, Atom иксует. Многие монеты иксуют. Дот сейчас пойдет иксовать. Манера хорошо растет. Поэтому интересно набирать то, что еще не стрельнуло. Вот к трону присматриваюсь. Думаю, что имеет смысл открывать лонг по трону. Такие сегодня мысли. Более детальный разбор альтов сделаем на днях. Это канал CryptoComments. Спасибо, что смотрите. С вами был Гриня. Подписывайтесь, ставьте лайк, ставьте стопы и тейк профитроли. Всем удачи в новом году. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok